МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инвестиции в проекты в специальных экономических зонах Казахстана составили 375,5 миллиарда тенге. Как отмечают в прислужбе Министерства по инвестициям и развитию страны, за пять последних лет СЭЗе удалось перевести из вяло текущего состояния фазу активного заполнения индустриальными проектами. Начиная с 2009 года по настоящее время инвестиции в проект СЭЗ превысили 375,5 миллиарда тенге. За пять лет было реализовано 136 проектов, создано 9230 рабочих мест. Объем производства по сравнению с 2009 годом вырос в пять раз и составил 816 миллиардов тенге. К 2019 году по плану развития специальных экономических зон будет введено в эксплуатацию около 50 проектов. Создано более 20 тысяч рабочих мест. При этом подчеркивается, что на территориях СЭЗ сегодня производят пассажирские вагоны, летательные аппараты, хлопковую целлюлозу, ковровые изделия и каустическую соду. В числе действующих специальных экономических зон на сегодняшний день СЭЗ «Астана-Новый город», СЭЗ «Онтустык», СЭЗ «Сарарка», СЭЗ «Павладар» и СЭЗ «Харгос-Восточные ворота». Активно, по данным чиновников, выполняются около 160 проектов в 10 специальных экономических зонах. На 8 специальных экономических зонах мы завершили либо завершаем инфраструктуру. Полное завершение ожидаем на 2019-2020 годы на всех 10 зонах. Мы перешли к этапу активного пополнения проектами этих специальных экономических зон. Но это, в свою очередь, требует от нас создания условий для инвесторов, чтобы они могли чувствовать себя здесь свободно. Особенно на специальных экономических зонах им должны быть понятны те правила игры, которые мы создаем. Эти правила игры, к тому же, должны быть похожи в большей степени на международные правила игры. В этой связи этот законопроект исправляет кое-какие шероховатости, упрощает деятельность и придает гибкость к принятию тех или иных решений. Тем временем, объем вложений в золотодобывающую отрасль за 14 лет составил 6 миллиардов 700 миллионов долларов США. Из них, по данным Министерства по инвестициям и развитию страны, 500 миллионов долларов были направлены на геологоразведочные работы. 91% от всех вложений пришлись, например, на компанию Касцинк. 33% от инвестиций в недропользование в 2014 году. Алтын-Алмаз – 15%, Варавринска – 11%, ГМК «Казах Алтын» досталось тоже 11%, а майка ин золота, например, всего 3%. При этом, что касается целевого назначения инвестиций, то большинство из средств были направлены на освоение новых месторождений, расширение и модернизацию действующих производств. Напомню также, что в рамках карты индустриализации на 2015-2019 годы запланирована реализация пяти основных проектов в золотодобывающей отрасли. Одной из основных задач второй пятилетки является доведение производства афинированного золота до 30 тонн в год. В Министерстве сельского хозяйства решили реформировать систему субсидирования отечественного агропромышленного комплекса. По данным Минсельхоза, сегодня субсидии и Роскосподдержки коррелируются с производительностью сельхозпредприятия. Это значит, что некоторые неконкурентоспособные аграрии могут лишиться такого вида поддержки. Более того, нынешняя ситуация в этой сфере, по мнению чиновников, препятствует развитию АПК, а новые подходы будут применены уже в 2017 году. В частности, указывается, что господдержку в виде субсидий будут получать те сельхозпроизводители, чьи предприятия показывают высокие показатели. Субсидии сельское хозяйство будет получать, субсидии будет получать даже больше, чем сейчас. Как заявлено в нашей отраслевой программе, до 2020 года размеры государственной поддержки будут увеличиваться к 2020 году примерно в 5 раз от уровня 2013 года. Но для того, чтобы правительство, государство выделяло на отрасль деньги больше, мы должны показать эффективность выделяемых средств. И на этом у меня все. Мы продолжим следить за новостями корпоративного сектора. Оставайтесь на канале.